Во-первых, они должны строиться, прежде чем их строить, надо понять вот эту вот свою концепцию, чего ты хочешь. Это очень просто, понятно, когда ты глазки закрываешь и мечтаешь о близком человеке, о чем ты мечтаешь. Если ты мечтаешь вот об этом, значит такой будет путь. Мечтаешь об этом, такой будет путь. Мечтаешь об этом, такой будет путь. А дальше нужно уже в соответствии с этой мечтой думать, строит ли тебе сейчас свою семейную жизнь или подождать. Или может быть тебе позаниматься духовной практикой, походить в храм и как-то поменять свое представление о том, как я должен создавать свою семью, свои отношения. С чего начинать? Вот в чем вопрос. Потому что гармония на более высших центрах, она рождает гармонию везде. Понимаете, смотрите, одна концепция, идея, одна идея. У нас очень сильная совместимость половая. Это значит, что у нас будет совместимость везде. Такая идея в жизни. Вот мы вот друг к другу подходим в половом плане, значит у нас все будет очень гармонично и тепло. Вторая идея. Если мы нравственно, очень чисто понимаем друг друга, тогда у нас и половые отношения будут нормальными. Давайте разберемся в этом вопросе. Смотрите, интересно. Вот если вы чувствуете чистоту в человеке, возвышенность в человеке, чувствуете в нем глубину, неужели вот этих отношений нормальных не будет? Неужели вы друг друга там не поймете? Вот в этом идея заключается, что более высокие отношения, они все потом улаживают. Потом все будет нормально, понимаете? Но более низкие отношения, они что создают? Давайте возьмем, посмотрим на этот вопрос. Веды объясняют, что очень сильная привязанность в половом плане к человеку. Что такое привязанность в половом плане? Означает сильное наслаждение там внизу. Она рождает сильный обмен плохой кармой. Первое, что возникает, объясняют Веды, очень сильная животная привязанность друг к другу. Люди, когда вот очень сильную страсть друг к другу чувствуют, они не могут обойтись без друга даже секунду. Возникает ревность, тяжелая ревность. То есть у человека тебе страшно даже, что он будет смотреть на кого-то и улыбаться, кроме тебя. И это от тебя не зависит, понимаете? Это чувство возникает, хочешь ты этого или нет. Ты хочешь его ограждать, чтобы он делал все, как ты хочешь. То есть ты начинаешь его во всем контролировать. То есть человек становится как робот в твоих руках, понимаете? И здесь интересно знать, у кого сильнее вот эта привязанность, он больше начинает вот этим контролером становиться. А у кого меньше, это привязанность меньше. В результате один становится из двоих жертвой. В этих отношениях. То есть его мучают фактически, понимаете? И он в результате с ужасом эти отношения оставляет. Веды объясняют, почему так происходит. Потому что когда люди испытывают очень сильную страсть через нижние центры друг к другу, тогда в этом случае тяжелая карма входит в обмен между ними. Это означает, что они больше подозревают друг друга, больше чувствуют опасность. И тогда, понимаете, то есть начинается вот эта вот сильная, опять сильная чрезмерная привязанность друг к другу рождает уменьшение уважения. Это тоже важно знать. Что когда люди перестают уважать друг друга, значит, надо немножко отделиться. Поменьше постели и побольше каких-то более высоких отношений. Чуть-чуть на расстоянии быть какое-то время. Приходит уважение со временем. Когда люди ругаются слишком сильно, это опять результат того, что они связаны слишком низко друг с другом. Ругань, скандалы, драки – это результат того, что только нижние центры завязаны, а верхние нет. Потому что когда верхние завязаны очень хорошо, то это все сдерживается уважением. Уважение – это гармония наверху, привязанность – это гармония внизу. Смотрите, чем больше привязанность, тем меньше уважения. И мы можем видеть, что если мы, допустим, наслаждаемся в сексе с человеком, к нему уже не такое отношение, как раньше. Оно не такое трепетное, не такое заботливое. Ты немножко как бы понукаешь им, ведешь себя с ним уже по-свойски, понимаете? Это результат действия нижних центров. С другой стороны, люди просто встречаются. Смотрите, какие у них отношения глубокие и чистые, как они относятся трепенно друг к другу, просто потому, что у них еще не было постельных отношений. Из этого можно сделать очень простой вывод, что вот эти отношения высокие, их надо всегда восстанавливать. Означает, что я не потребительски отношусь к близкому человеку, как к тому, кто наслаждает мои чувства. А он для меня объект божественный. Оказывается, в мужской и женской природе есть божественное, и это надо в близком человеке изучать. Это очень важно и ценно знать об этом, что это изучается не через постель. Продолжение следует... Продолжение следует...